Кроме обычных ковров, сегодня пользователям предлагается дешевая альтернатива в виде ковролина. Это рулонное ковровое покрытие с необработанными краями. Оно широко применяется в офисных и жилых помещениях, обладает качественной тепло- и звукоизоляцией и разнообразным дизайном. Состоит ковролин из ворса, закрепляющего слоя, первичной и вторичной основы. Ворс ковролина бывает искусственный и натуральный. Чаще применяется искусственное волокно, имеющее ряд преимуществ. Так, полиамидное волокно – это износоустойчивый материал с высокой плотностью. Изделие на его основе долго сохраняет цвет. Ворс не изнашивается при интенсивной эксплуатации, не портится от давления мебелью. Пропиленовая основа эластична и не нуждается в специальной обработке. Полиэфирное волокно напоминает шерсть. Вириловое волокно обычно применяют с другими материалами. Первичная основа предназначена для закрепления ворса, она бывает тканой и нетканой. Производится из полипропилена и полиамида. Вторичная основа обеспечивает эластичность и упругость, звука и теплоизоляцию. Имеет сопротивление усадки, противоскользящий эффект, износа устойчивость. Изготовляется она из натурального джута. Но многие производители используют искусственный джут. Ковролин бывает трех видов. Тканый, тафтинговый и иглопроливной. Оборудование для иглопрошивного ковролина напоминает швейную машину с большим количеством игл. Существуют также комбинированные покрытия. Оптимальный вариант окраски – изготовление из цветных синтетических нитей. Кроме этого, рисунок может наноситься с помощью трафарета на готовое полотно. Но такая покраска не стойкая, быстро выгорает. Оборудование размещается в помещении от 150 квадратных метров. Технологическая линия обойдется в 250 тысяч долларов. Партия сырья – 25 тысяч. Рентабельность бизнеса – 18%. Окупится он за полтора-два года. Ковролин реализуется оптовыми компаниями или через магазины. Пик продаж с марта по сентябрь.